Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко забытую нимфу, но она очень хорошо работает, в основном, когда жарко и рыба очень вялая. Смысл заключается в том, что это нимфа из семейства базеров, то есть имитирующих личинку комара. Но в данном варианте она практически ничего с личинкой комара не будет с собой связывать, кроме одного, что нимфа рассчитана на рыбу, учитывая ее исключительно любопытство. Шарик я взял обыкновенный латунный диаметром 3 мм и используя вот такой вот лак, флуоресцентный, оранжевого цвета. Если есть у вас вольфрамовые бусинки или же латунное оранжевого цвета, это даже будет очень хорошо. И прокатав свинец, подготовил вот такое тело. Нам теперь необходимо белой нитью подровнять хорошо под ложечку, чтобы была она ровненькая. А после того, когда подровняем, мы продолжим с вами. С вами подровняли вот так тело. Закрепили кусочек люрекса. Можно кусочек лески, можно голографический белый люрекс. Практически любой. Я, в частности, использую вот такого формата люрекс, разный по калибру. Подберите сами, как вы сочтете нужным, какие изготовить для себя ребра. Теперь самое главное, более качественно, чем белой нитью мы подготовили тело, нам необходимо создать кокон. Не доходим буквально вот как здесь у меня по свинцу 1 мм. Здесь мы будем делать горлышко из павлиниевого пера. Давайте продолжим. Вот мы с вами изготовили такое тело. Значит, слегка я пропитал лаком. Сильно не усердствуйте, для того, чтобы был хорошо виден бортик. Есть два варианта изготовления дальше мушки. Можно просто этой же нитью изготовить приблизительно вот треть шарика, закрыть ниткой, и потом это все дальше вскрыть лаком. Но, учитывая то, что я хочу немножко разнообразить эту нимфу, я взял хорошее перышко павлина, и мы с вами начнем здесь изготавливать вот в районе прямо самого шарика. Накручиваем до тех пор, пока плотно-плотно-плотно вот так виток к витку не закроет часть нашего шарика, как я и говорил, нитью. И теперь спокойненько возвращаемся нашим пером обратно. Здесь его закрепим. И сделаем завершающий узел. Вот и все, друзья мои. Как вы видите, достаточно простая в изготовлении нимфа. Но скажу вам сразу, в зимних рыбалках я ее не проверял. Это я так вам на всякий случай, так как вы меня уже неоднократно спрашивали о чем-либо другом, но чтобы было достаточно простое. Вот летом, начиная от 16 номера в таком исполнении, в любом воротнике, с пером, без пера, как я уже вам говорил, очень хорошо реагируют красноперка, плотва и окунь. Начиная с 16 номера. Шарик, как я вам уже говорил, можно латунный, можно пластмассовый, в зависимости от того, какую вы для себя выберете огрузку. Если вы найдете это вольфрамовый, будет даже очень хорошо. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.